Вопрос такой, вы говорили про квантовые поправки, извините, не понял, а к чему поправки? А разве предыдущие уравнения были не квантовые? Предыдущие уравнения чисто классичные, потому что в данном случае система не описывается линейным гаметонианом. А, и были не резововали гаметонианом. И считалось так, просто предполагалось, что мы систему приготовили в произведении крыгентов стояний и считалось, как вот эти крыгенты... Это запутная, то есть при чем здесь квазиклассика? А это квазиклассика. Квазиклассика это постоянная планка, стремящаяся к нулю. Агерентное состояние это же квадратно-постоянное. Это неправильно. Это не обязательно. Ну, либо какой-то параметр, который размер на стилюстечный. Не обязательно. Нет. Оказывается, мы просто изучаем метод такой квазиклассический аналог. Этим классическим аналогом, как раз в нашем подходе, является параллель когерентно-постоянное. Для фотонов это будет как бы вся комплексная плоскость открытая, которая задается точкой. А для двухуровневой системы это точка на сфере блоха. Или на замкнутой комплексе. Аж у вас, я правильно понимаю, постоянная планка у вас не малининг? Она не стремится. То есть вы просто рассматриваете сначала динамику когерентных квадратно-состояния, а потом уже не сервисы, а потом уже... А потом к ней учитывая непроизвольная. А, в этом смысле. Хорошо, понятно. Если габетониан линейный, то это является точностью дофазы. А если нет, то... Будьте добры. Три назад. Сейчас. Еще. Ну, вот вперед еще. Еще. Нет, нет. А, куда? Ближе к... Вот кто? Вот. Будьте добры. Раскомментируйте. Вот, наверное, вы видите в этой картинке гораздо больше, чем я, потому что я... Ну, вот то, что я вижу, я даже не смогу... Не можете вы в нескольких словах сказать, что вы тут видите вот на этой картинке? И здесь получается так, что мы измельчаем, что систему приготавливаем в незапутанном состоянии. То есть это просто произведение... Вот. Перепутывание здесь берется атом полевой. И берется атом полевой перепутывание. Не атом атомные, как в предыдущем докладе, который был до перерыва, а атом полевой перепутывание. Да. То есть они берутся факторизованными. И это отвечает вот значению параметра ε равно 0. То есть это кредитная картинка намного. И вот мы учитывали вот эти вот квантовые поправки, смотрим, как этот параметр ведет себя. Оказывается, что вот он начинает нарастать, а потом, вот если констант... Вот возникают вот такие вот условия, что появляется опять смерть перепутывания. Система скатывается опять вот чисто факторизованным состоянием. Известно и в квантовой информатике, что надо добиться того, чтобы было возможно большее значение вот этого параметра перепутывания. Поскольку, как бы сказать, квантовое учреждение осуществляется с помощью запутанных состояний. Можно для этого так квантовый телепортацию осуществить и все прочее. Ну и вот... И забивать все, чтобы вот этот максимум... Да, надо, чтобы вот... Чем лучше... А потом он опять сваливается вниз, и потом начинаются эти осцилляции... Ну да. Осцилляции... Система хаотическая. И поэтому тут такого вот хорошего регулярного поведения нет. Но вот видно, что в каких-то временах возникают довольно большие значения вот этого параметра перепутывания. Причем, вот если у вас константа вот эта вот вот такая, то вот видно, что... Ну, дальше просто вот не было вообще... Ну, я не могу больше посчитать. Ничего полезного не извлечь, так это выглядит как отрицание возможности построить на этой базе какую-то технику. Нет. Просто вот если мы будем исследовать такую вот модель, которую можно реализовать на этих вот сверхпроводящих джессонских канцелях, в общем-то, сделать что-то более-менее приличное. Так, ну у нас уже... Мы залезли на время последующих докладчиков. Поэтому все вопросы отрицания ведущих, я думаю, в кавуарах.